Здравствуйте! С вами портал Экзагет.ру и священник Александр Сатомский, преподаватель кафедры философии Ярославского педагогического университета и Ярославской духовной семинарии. Мы продолжаем наш курс, посвященный Божественной Литургии, и приближаемся уже к его завершению. Впереди у нас две лекции, в рамках которых мы поговорим о том, как заканчивается Литургия Иоанна Златоуста. Однако мы имеем надежду встретиться с вами еще в двух отдельных и самостоятельных лекциях, посвященных Анафоре Василия Великого и Литургии Прежде Священных Даров. Но обо всем по порядку. Сегодня мы поговорим с вами о том фрагменте Литургии, который длится у нас с молитвы «Отче наш» и заканчивается, собственно, возгласом «Святая святым» и рядом связанных с ним священнодействий. Предшествующая молитве «Отче наш», молитва внутри Ектеньи, о которой мы говорили в завершении нашей предыдущей лекции, в общем-то, с одной стороны, как мы уже упоминали, касается в целом темы причастия, напомню этот текст. «Тебе мы вверяем всю нашу жизнь и надежду, о человеколюбивый владыка, и просим тебя и молим и умоляем, удостой нас причаститься твоих небесных и страшных тайн, этой священной духовной трапезы с чистой совестью в восставлении наших грехов, для прощения наших проступков, для общения Святого Духа, для наследования Царствия Небесного, для права дерзновенно приступать к тебе не в суд или во осуждение». Здесь мы видим, повторюсь, темы грядущего причащения, и по большому счёту заканчивается эта молитва возгласом, который не столько напрямую завязан на неё по смыслу, сколько как раз чётко вводит нас в грядущую молитву «Отче наш». «И удостой нас, владыка, обращаясь к тебе прямо и не подвергаясь за это осуждению», как на церковно-славянском «сподобие нас, владыка, с одерзновением неосужденно сметь и призывати, смело призывать тебя небесного Бога Отца и говорить так, неосужденно сметь и призывати тебе небесного Бога Отца и глаголоти». С этого момента в нашей литургической традиции весь храм поёт молитву «Отче наш». Это для нашей, повторюсь, традиции один из немногих фрагментов, в которых мы слышим общенародное пение, которое, напомню, изначально составляло самую, что ни на есть, естественную и органичную часть православного богослужения. Диалог между предстоятелем и народом ровно в такой форме и осуществлялся. Про молитву «Отче наш» не вижу смысла говорить исключительно подробно, это совершенно отдельная и самостоятельная тема. Напомню только, что Христос в ответ на запрос учеников «научи нас молиться» предлагает небольшое совершенно молитвенное воззвание, которое по большому счёту, несмотря на то, что именно в таком виде и вошло в христианскую традицию, является не только и не столько конкретным текстом, сколько определенной молитвенной логикой, которую предлагает Христос своим ученикам и последователям. Нужно заметить, что текст этот, молитва «Отче наш», имеет достаточно очевидные связи с рядом молитвенных текстов современных Христу, например, с молитвой Кадиша. И эта связь совершенно не отрицает совершенно очевидной оригинальности слов Христовых, потому что здесь про Бога, например, говорится не как про Бога отцов наших, как традиционно определяют его, например, тексты Израиля. Здесь говорится про него как про отца нашего, что совершенно иначе расставляет акценты в отношениях между общиной верующих и Богом. Более того, на большой объём смыслов в конкретно литургическом ключе нас, конечно, интересуют темы, связанные с хлебом насущным и, собственно, с прощением согрешений. То, чего мы и ищем с вами в рамках таинства причастия. Посмотрим на эти темы более подробно. «Хлеб наш насущный, дашь нам днесь», говорим мы в молитве «Отче наш». Мы привыкли видеть в этом выражении указания на хлеб ежедневный, то есть на ту очевидную пищу, о которой мы просим Бога. Эта традиция совершенно святоотеческая, мы видим такое толкование и у святителя Иоанна, и у святителя Григория, и у многих других отцов. И отсюда совершенно кажется понятным, например, почему мы молитву «Отче наш» используем перед тем, когда благословляем трапезу. Однако в христианской традиции есть и несколько иное толкование, исходящее, собственно, из самой структуры слова «насущный». Нужно заметить, что «эпиусиос», слово «насущный» по-гречески является неологизмом. Такого слова непосредственно в греческом языке нет. Оно конструируется в рамках христианской традиции. И можно сказать, что «насущный» параллельно, да, вот эта приставка «эпи» указывает также и «надсущный». И таким образом у некоторых церковных авторов мы встречаем мысль, что мы молимся не просто о очевидном хлебе, который просим ежедневно, но просим о укрепляющем нас хлебе Слова Божия, о хлебе Евхаристии. Об этом нам говорит, например, один из достаточно ранних церковных авторов, Ориген. Он пишет. «Так как многие держат с того мнения, будто в этих словах нам предложено молиться о хлебе телесном, то дело стоит того, чтобы в последующем показать лживость этого мнения и развить правильное учение относительно насущного хлеба. Так как в Писании всякая пища называется хлебом, и так как слово, служащее пищей, разнородно и разнообразно, потому что ведь не все могут быть питаемы твердыми и труднопостигаемыми божественными учениями, то поэтому-то Он, то есть Бог, желая предложить более совершенным приличествующую борцам пищу и говорит «Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Это цитата из Евангелия Таана 6 главы. «Это плоть Христова, есть потому истинная пища. Она сделалась плотью в качестве слова, и слово стало плотью. Когда мы вкушаем от нее, тогда она и в нас обитает. Последуем по этому наставлению нашего Спасителя и, пребывая в вере и праведной жизни, будем молить Отца о живом хлебе, который тоже, что и хлеб насущный». Аналогичным же образом будет говорить об этом, например, другой видный христианский апологет Тертулиан. Единственное оно не столь радикально, как Реген, называя одно мнение ложным, а другое правильным, а скорее сводя их к единому знаменателю, что, безусловно, под хлебом насущным мы имеем в виду и хлеб очевидный, но в ряде ситуаций, так как, например, в том же самом литургическом последовании, мы, конечно, молим о хлебе Слова Божия, о теле Христа Спасителя, от которого мы имеем источник вечной жизни. И именно в этом контексте молитва «Отче наш» и занимает свое прочное место в рамках литургического последования. Уже по поучениям тайноводственным святителя Кирилла Иерусалимского мы можем явно заметить, что по IV, например, веку «Отче наш» звучит вот в этом месте литургии, предваряя собой, собственно, причастие верных, то есть, собственно, получение от того самого надсущного хлеба. «Относительно же прощения грехов и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должником нашим», здесь точно так же очевидная связка этого молитвенного текста со всей логикой и идеей Евхаристии, как таинство благодарения, но и параллельно, как уже с вами мы многократно говорили, таинство общения. Церковь реализуется как община верных. В мире, который лежит в зле, она демонстрирует хотя бы малый, но однозначный пример возрастания в любви. В любви чрезвычайно проблемно возрастать, имея друг к другу определенного рода претензии, видя друг в друге какие-то грехи и несовершенства и держа против своего ближнего собственное сердце. Поэтому мы очевидно и многократно молимся в рамках литургического последования о прощении согрешений, в том числе и не только в рамках наших вертикальных отношений между нами и Богом, но и в рамках горизонтальных, чтобы никто ни на кого не имел чего бы то ни было в сердце. И я напомню, в рамках, скажем так, такого вот внешнего действия, которое символизирует собою сердечную открытость, литургическое последование нам предлагало целование мира, которое преподавали друг другу клир и миряне. Собственно, на данном этапе оно осталось только принадлежностью клира, но было всегдашней частью литургического последования. И еще раз возвращает нас к этой теме, собственно, именно данный фрагмент молитвы Отче наш. Перед тем, как приступать к причастию тела и крови Христовых, нам, безусловно, необходимо однозначно и спросить прощения не только у Бога, но, собственно, и у наших ближних. И поэтому текст еще раз напоминает нам о том, что меркой получения этого самого прощения является прощение нами преподаваемое. Оставь нам долги наши, как мы оставляем должникам нашим. Тогда и вертикальное, и горизонтальное измерение прощения очевидно достигнут своей цели. Относительно привычного нам литургического завершения молитвы Отче наш, а именно слов «Яка Твоя из Царства и Силы и Слава, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и пресны и во веки веков, аминь», нужно заметить, что оригинальным окончанием данного молитвенного текста оно, безусловно, не является, и у него есть своя определенная история. В самых ранних рукописях, собственно, текст молитвы Отче наш ограничивается ее основным объемом. Однако, впоследствии мы в самой ранней христианской традиции, например, в тексте Дидахэ, который мы датируем вторым веком, и в текстах более поздних, наблюдаем, что начинает возникать определенное словословное заключение ко всем произнесенным Христом словам. А именно, в самой короткой форме оно выглядит примерно таким образом. «Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки веков. Аминь». В таком и подобном виде, без упоминания лиц Святой Троицы, этот текст, по всей видимости, именно ввиду литургического бытования молитвы Отче наш, то есть того, что она постоянно присутствует в литургическом контексте, начинает восприниматься как ее совершенно очевидное завершение. И в такой краткой форме, в итоге, он закрепляется в несколько более поздних вариантах новозаветного текста, в так называемом Новом Завете в его византийской редакции. Относительно же широкого варианта этого текста, того, который мы слышим за литургией сейчас, он фиксируется у нас от кодекса Барберини, то есть от VIII века, и далее присутствует, собственно, во всех более поздних литургических памятниках. Но, повторюсь, и широкий вариант, где упоминаются все лица Святой Троицы, и лаконичный вариант, где просто говорится о том, что Господу подобает царство, сила и слава, так или иначе восходит к литургическому употреблению. Нужно заметить, что тот же самый святитель Иоанн Златоуст, краткий вариант, уже считает очевидным продолжением этой молитвы, в то время как, например, у святителя Григория мы видим, что в качестве логического завершения такого молитвенного текста он считает нужным определенного вида словословия, но у него оно может быть совершенно авторским, и он указывает своему читателю на то, что хорошо вот таким образом возблагодарить Бога, но не считает ни один из вариантов вот этого окончательного словословия после Отче наш оригинальным текстом молитвы. То есть перед нами определенное развитие этой традиции, мы видим, как к Отче наш, как к формату, предложенному Христом, церковь добавляет подобного рода словословия с очень раннего этапа, и дальше мы видим, как оно развивается в веках. Далее, все ближе подходя к причастию, священник, поворачиваясь к собранию, благословляет его, говоря «мир всем», получает возвратное благословение, призыв от общины и духу твоему, после чего следует главопреклоненная молитва. «Главы ваши Господи вы преклоните!» Тебе Господи отвечает хор. «Мы благодарим тебя, невидимый царь, который создал все своей неизмеримой силой и по своей обильной милости привел все из небытия в бытие. Ты сам, владыка, обрати свой взор с неба на тех, кто склонил перед тобою свои головы, ведь они склонили их не перед плотью и кровью, а перед тобою, страшным Богом. Потому ты, владыка, устрой все наши предстоящие дела к благу, согласно потребности каждого. Будь в плавании вместе с плавающими, в путешествии с теми, кто путешествует, исцелить тех, кто болеет, о врач наших душ и тел, по благодати, милости и любви к людям твоего единородного сына, вместе с которым ты благословен, вместе с опресвятым, благим и оживотворяющим твоим духом. Ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. В этой молитве «Головопреклонение» нам интересно, например, даже призвание к этой молитве. «Главы ваши, Господу преклоните». Как правило, в абсолютном большинстве богослужений призыв звучит общего характера. «Главы наши, Господу преклоним». Такого рода разница, с точки зрения ряда исследователей, указывает на сирийское влияние внутри вот этих византийских литургий. А мы, собственно, помним, что оно вполне себе очевидно. То есть, святитель Василий Великий из Кесарии к Падокийской, происходя, к сирийскому региону достаточно близок. Святитель Иоанн Золтаус, собственно, из Сирии, из Антиохии и происходит. И понятно, что влияние своих литургических традиций он так или иначе испытывает, будучи воспитан в них и их переносит в Константинополь. И здесь, в такого рода тексте, в такого рода подаче, мы видим определенную демаркацию между предстоятелем и общиной. Как правило, литургическое последование ее нам не предлагает. Здесь, скорее, исключение, которое подтверждает основное правило. Главы Ваши, то есть, головы собравшихся. И предстоятель просит Бога, в данном случае практически уже не о себе, а вот о тех, кто эти главы склонили. Но нужно заметить, что в рамках литургии есть и обратный момент, когда, например, священник, мы помним, в молитве перед, собственно, великим входом, наоборот, молится только о себе, а не о собравшихся. То есть, при всем, при том, что литургия, конечно, есть таинство общения, но, как мы видим, здесь есть моменты больше молитвы, например, самого предстоятеля о себе, пусть и однократно он может себе это позволить. Или, например, вот здесь молитвы только о собравшихся, из которой практически, как кажется, исключается предстоятель. Однако, если мы посмотрим на сам текст, то все-таки он будет значительно мягче. И несмотря на то, что в призыве звучало «ваши», молится он все-таки обо всех. «Мы благодарим тебя, невидимый царь», говорит он. То есть, сама молитва нам такого рода разделения не предлагает. То есть, некоторая синкретичность элементов, когда какой-то возглас приходит из одной традиции, какой-то молитвенный текст рождается в рамках другой, дает нам такую определенную иногда несогласованность. Что мы видим внутри этого текста? По большому счету, здесь очень любопытный оборот, на славянском звучащий как «предлежащее всем нам, во благое изравняй, пока его ж до своей потреби». А, соответственно, по-русски, «устрой все наши предстоящие дела к благу, согласно потребности каждого». Любопытен тем, что с одной стороны, в прямом своем и очевидном смысле, он говорит нам о достаточно обыденной вещи, и в нем мы просим достаточно очевидного. Мы просим здесь помощи Божией в рамках дня грядущего или грядущего периода, потому что мы помним, что Древняя Церковь, как правило, собирается на Ивхаристию ежевоскресно, и, соответственно, вот все то, что будет ожидать собравшихся в рамках грядущей недели, об этом мы просим и молимся, чтобы Господь изгладил все какие-то неровности и шероховатости на их жизненном пути, чтобы они могли в воскресенье грядущее также собраться здесь и возблагодарить Бога. Но есть у этого текста и другой вариант прочтения. Собственно, «предлежащее» относительно греческого текста обозначало бы «предлежащее перед глазами». То есть здесь в этом смысле говорится не о какой-то перспективе грядущих дел, а, собственно, молитва приобретает совершенно конкретный к самому причастию относящийся смысл. То есть «предлежащее нам во благо изравняй, предлежащие дары всем нам к благу преподай». Мы иначе могли бы перевести этот фрагмент. То есть перед нами такая вот двухперспективность. С одной стороны, к чему-то предельно общему и очевидно всех нас ожидающему в плане дел недели грядущей, но, во-вторых, и в данном случае на самом деле главных, просьба о том, чтобы «предлежащие на престоле дары» стали всем нам помощью во всякий день нашей жизни. В том числе, кстати, и помощью в том, о чём мы говорим обыденно. То есть и в делах этой самой недели грядущей. Окончание, возглас этой молитвы указывает нам на то, что всё искомое нами, а именно как раз вот эта помощь в предстоящих делах, согласно потребности каждому, чтобы в плавании Господь был вместе с плавающими, в путешествии с путешествующими, чтобы помог тем, кто болеет. Всё это возможно благодаря благодати, милости и любви к людям твоего единородного Сына. Хотя литургический текст, как мы с вами многократно говорили, практически весь, целиком и полностью, во всех традициях, обращён к Отцу, но апелляция к Христу, как к посреднику, ходатую, первосвященнику нашего исповедания, того, кто, собственно, совершает это последование, она очевидна и регулярна в огромном объёме текстов. Очевидна она и здесь. Благодаря любви твоего Сына мы и можем тебя обо всём об этом просить. Далее, собственно, происходит момент возношения даров. После молитвы глава преклонения священник в нашем нынешнем варианте богослужения тайно читает молитву. «Внимли Господи Иисусе Христе Божий наш из святого своего жилища, из престола славы твоего царства, и приди, чтобы осветить нас, ты, который восседает в вышине вместе с Отцом и одновременно незримо пребывает здесь с нами, и удостой нас того, чтобы твоя могущественная рука подала нам причаститься от твоего причистого тела и драгоценной крови, а через нас всем людям». Совершая поклоны, говоря «Боже, очисти меня грешного», с диаконским возгласом «вонмем» священник касается освященного тела хлеба, поднимает его над дискосом и возглашает «святая святым». «Един свят, един Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь», отвечают Ему собравшиеся. В этой молитве мы видим третий и последний пример на все чинопоследование молитвы к Господу Иисусу Христу. Мы сказали о том, что апелляция к Христу как посреднику, к первосвященнику, к ходатую регулярно в литургическом тексте, но, собственно, к нему молитвы исключительно редки. И вот перед самым моментом причастия мы именно такой молитвенный текст и встречаем. Его конкретная история не вполне нам понятна, по всей видимости, он появляется сначала ловчинопоследование литургии Василия Великого и оттуда этапно переходит в литургию Иоанна Златоуста. Соответственно, происходит он, по всей видимости, из достаточно древнего периода. И в нем мы видим, что, собственно, упоминание Христа как восседающего в вышине вместе с Отцом и одновременно незримо пребывающего здесь с нами и связывает литургию здешнюю с тем самым прославлением Отца Небесного, которое от век совершают небесные силы там, перед его престолом. Оно возможно, вот эта связь возможно, именно благодаря посредничеству Христа, который и здесь с нами, и там, на престоле находится одновременно. Эта одновременность, кроме всего прочего, указывает на всегдашнее проживание, всегдашнее переживание церквью, божественности Христа, так как говорит ни о чем ином, как о его вездесущие. Он, будучи Богом, единственно и может, ну, собственно, как вот и вся Святая Троица, в один и тот же момент времени находиться во всяком месте, потому что ни место, ни время для него вообще не категории. Однако же, будучи человеком параллельно, он и присутствует на каждом месте самым очевидным образом. Более того, в этом одна из важных идей Евхаристии. Говоря о причастии непосредственно в нашем следующем выпуске, в нашей следующей лекции, мы поговорим об этом более подробно. Как мы причащаемся Христу самым уже конкретно очевидным способом. Нужно заметить, что в самом элементе поднятия Агнца ввысь присутствуют две темы. С одной стороны, уже сама молитва говорит о Христе здесь с нами пребывающем и на престоле Божьем присутствующем. То есть, вот это тело Христово, которое мы указываем как бы как возносимое ввысь, возносимое ко Отцу. Более того, у ряда византийских толкователей существовало мнение, которое как бы нельзя сказать, что сильно прижилось в последующей традиции, но они связывали собственно момент освящения хлеба и его приложения в тело именно с возгласом святая святым, когда по завершении всех молитв вот этот дар мы вознесли ко Отцу. Повторюсь, в этом нет какой-то самой очевидной и систематически принимаемой бы Церковью на всех этапах мысли, но тем не менее как совершенно конкретное действие, которое реализует определенное наше переживание, еще раз повторюсь, Христа с нами присутствующего и со Отцом соприсутствующего в один и тот же момент, действие это вполне очевидно. Второй же смысловой план это демонстрация тела Христова собранию верующих. Священник соответственно возносит его достаточно высоко, то есть тем самым демонстрируя его получается над головой, потому что стоит он к общине спиной, как бы ориентация всего молитвенного собрания на восток очевидна для древнехристианской традиции, то есть никакой идеи, например, литургического служения лицом друг к другу византийская богослужебная практика не предлагает. И в этом моменте тело Христова демонстрируется собравшимся для поклонения. Они скоро вкусят его, но могут преклонить перед ним свои колени вот уже в этом общем моменте, потому что после этого оно будет раздробляться, делиться на части и дальше уже будет преподаваться каждому. О самом же возгласе «святая святым» нам прекрасно говорит преподобный Анастасий Синаид. Говорит следующее. После этого священник тотчас произносит «святая святым». Что это означает? Смотрите, возлюбленные, как вы приступаете к причащению божественных тайн, дабы никто из вас приступая не услышал таких слов, «Не прикасайся ко мне, отойди от меня злопамятный и творящий беззаконие, отойди подальше не простивший брату своему, сбрось с себя нечистоту злобы, тогда приди и приими очищающий уголь, обратись ко Господу, Владыка, я знаю, что имею множество грехов и долгов, но по заповеди твоей я простил моим братьям, дабы и мне удостоиться твоего прощения». Вот какой смысл предлагает нам священник вложить в этот мы видим, как преподобный Анастасий совершенно ярко и однозначно подчеркивает мысль достоинства или недостоинства подходящего к причастию в ту мерку, которой хозяин он сам. Он сам может сделать себя в каком-то смысле достойным или недостойным. С одной стороны, мы принципиально понимаем относительно нашего недостоинства причастия ввиду высоты дара, но мы можем сделать нечто, чтобы приблизить себя к нему или еще более отдалить. Это нечто, как мы уже говорили, когда обсуждали молитву Отче наш прощения ближним. Мы невластны часто над множеством грехов и страстей, которыми мы обуреваемся. Очень часто по поводу многих из них мы можем сказать вслед за апостолом Павлом «Несчастный я человек, доброе, чего хочу, не делаю, злое, чего не хочу, делаю». Это один разговор и одна история. Но всегда принципиально есть то, над чем мы имеем власть. Власть даровать прощение ближнему. И, соответственно, изнутри нее, повторюсь, стать ближе на шаг или на этот же шаг дальше от искомого единства с Богом. Об этом нам и напоминает возглас святая святым. Нет здесь с одной стороны ни одного святого в том очевидном смысле, который мы вкладываем в это слово. И, собственно, поэтому и отклик хора «Один свят, один Господь Иисус Христос в славу Бога Отца и имени» свидетельствует об этом, что, очевидно, по праву никто не может причащаться этой трапезе. Но по призыванию от Бога, который говорит «Придите и ешьте, придите и пейте от нее все», мы все, желая исполнить эту заповедь, идем и приближаемся к священному престолу. При этом, однако же, повторюсь, делая то, что возможно. А как минимум даровать прощение мы точно можем. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. «Придите и ешьте»